Ну что ж, продолжим. Начнем говорить про навигацию в программе. То есть у нас есть рабочее пространство, и чтобы на нем работать, нам нужно им, соответственно, управлять. Для этого выделяем клуб левой кнопкой мыши и начинаем, соответственно, вокруг него крутиться. Для этого мы зажимаем среднюю кнопку мыши, не отпускаем, и начинаем двигать мышку влево, либо вправо. Тем самым мы видим то, что мы начинаем вращаться вокруг нашего объекта. То есть без разницы мы можем мышку так же двинуть вверх, либо вниз, тем самым крутить. Но первый раз, когда открываешь, начинаешь крутиться вокруг объекта, первое, что хочется сделать, это просто крутить его во все возможные стороны. Ну, можете так делать. Главное, чтобы понять, как это работает. Теперь зажимаем shift и среднюю кнопку мыши, и начинает двигать объект влево и вправо. То есть движется не сам объект, а именно мы крутимся вокруг объекта, либо мы движемся вокруг этого куба. Можем зажать среднюю кнопку, либо shift, и тем самым производить какие-то другие операции. То есть пока две основные команды. Попробуйте попрактиковать, чтобы более свободно управлять. Теперь что нам нужно сделать для масштабирования. Для масштабирования, либо zoom in или zoom out, мы начинаем крутить колесико мыши вперед и назад. Тем самым можно увеличить, либо отдалить наш объект. И теперь пробуем все это скомбинировать. Shift, средняя кнопка. Крутим, крутим, крутим. Так. И надо вот так попрактиковать. Теперь посмотрим на другие команды. Для более быстрой навигации у нас есть клавиатура numpad. И там есть цифры. То есть, если вы работаете на ноутбуке, то вам будет чуть посложнее. Желательно приобрести клавиатуру. Допустим, можем нажать на цифрку 1. Нажимаем на цифру 1. То есть нажали на цифру 1. У нас выходит front orthographic. Нажимаем на цифру 3. Right orthographic. То есть, мы смотрим на обиг справа. Нажимаем на 7. 7 это топ. То есть вид сверху. И можно сделать обратное. Как, например, посмотреть не сверху, а снизу. Для этого мы зажимаем control и 7. То есть bottom. 1 если это у нас front. Control 1 это у нас назад. 3 если это у нас право. То control 3 это будет лево. То есть, вот здесь все пишет. Можно и можно тут продолжить дальше выполнять другие команды. Нажимать на middle mouse, на shift с middle mouse, либо zoom in, zoom out. Так, у нас сейчас объект стоит в перспективе. Это то есть нормально. Это хорошо. Это так и должно быть. Для этого, чтобы убрать объект из перспективы и... То есть включить более очень линую линзу. Или другими словами orthographic view. Для этого мы нажимаем цифру 5 на клавиатуре. То есть видите, как изменяется. Опять возвращает. Это orthographic. Тут нет перспективы. Это объект как будто в двухмерном пространстве. В дальнейшем это нам пригодится. Но пока оставим все, что было. То есть подытожим. У нас есть... Зажимаем среднюю кнопку. У нас... Мы крутимся вокруг объекта. Зажимаем shift и среднюю кнопку. Движем объект лево-вправо. Так. Middle mouse. Wheel up, wheel down. Это zoom in и zoom out. То есть масштабирование. Цифра 1 это front. Ctrl 1 это назад. 3 и 7. Это top. Ctrl 7 это bottom. То есть здесь все записывается. Увидимся на следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok